От винта В чем причина трагедии? Официальная версия гласит, во всем виновата глобальное изменение климата. Вон на Аляске стоит дикая жара, выше 30 градусов, леса горят, ледники тают, реки переполнены и все может обернуться масштабной катастрофой. Но только ли в этом причина? С чего бы вдруг свалились на нашу голову и аномальные осадки, и аномальное тепло в тех местах, вовсе для этого не приспособленных? На фоне мудрых рассуждений о глобальных природных процессах, как-то вдруг забыли о предупреждении, сделанном лет пять назад учеными-экологами и климатологами. А касалось оно бесконтрольной вырубки лесов в верховьях сибирских рек. Эти леса веками играли роль природной дренажной системы, которая задерживала и фильтровала обильные осадки. Теперь такой системы нет, а результат есть. Именно варварское уничтожение лесов в планетарном масштабе и есть причина глобальных подвижек климата. Таков вердикт ученого сообщества. Беречь надо леса. И в Сибири, и на Аляске, и на Амазонке. Это вообще главный лесной ресурс планеты. И на нашем Урале давно пора об этом задуматься, а не топором махать. Сумеем ли мы сделать выводы из сложившейся ситуации? Сможем ли, наконец, наладить эффективную систему лесного контроля? Внести изменения в лесной кодекс, который не критикует только ленивый? Сможем ли обеспечить надежный прогноз возникновения чрезвычайных ситуаций типа Иркутской? Или так и будем обреченно пенять на глобальные климатические процессы, беспомощно разводя руками? Берегите леса, граждане, и от винта!